Добрый день. О главных событиях к этому часу рассказывают корреспонденты агентства Хабар. В студии Батагос Саргулова. Сурдоперевод обеспечивает Виктория Антонишина. Все делегации, участвующие в седьмом раунде переговоров в рамках астанинского процесса, прибыли в столицу Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба МИДа. На сегодня запланирован ряд двусторонних и многосторонних встреч, однако все они для СМИ закрыты. Пленарное заседание намечено на завтра, на вторую половину дня. Накануне пресс-служба отечественного внешнеполитического ведомства сообщила, что в ходе седьмого раунда переговоров планируется утвердить положение о рабочей группе по освобождению заложников, заключенных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести. Стороны также намерены рассмотреть вопросы борьбы с международным терроризмом и принять совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии. Помимо стран-гарантов, это Россия, Турция и Ирана, участие во встрече принимают делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, а также в качестве наблюдателей представители ООН, США и Иордании. Ситуацию в Сирии сегодня обсуждают и парламентарии Казахстана и России. В Астане проходят встречи комитетов Мажелиса и Госдумы Российской Федерации. Она проводится в рамках 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Участники отметили видимый прогресс в разрешении конфликтов на Ближнем Востоке, в том числе благодаря астанинскому процессу. Именно на встрече на казахстанской площадке помогли сдвинуть в положительную сторону межсирийские переговоры. На повестке дня встречи также вопросы развития приграничного сотрудничества. И мы активно отслеживаем ситуацию, которая происходит в плане переговоров. Мы благодарны Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, вашему правительству, парламенту страны, за то, что Астана сегодня стала одним из мировых центров по регулированию конфликта на Ближнем Востоке. Сегодня в АТРАУ начал работу форум трехстороннего сотрудничества АСАР. Его целью является создание эффективной платформы между государством, некоммерческим сектором и бизнесом. На открытии форума выступила госсекретарь Гульшара Абдакалыкова. В ходе двудневного форума планируется презентация карты социальных инициатив, разработанной в рамках программы «Рухани Жангру». А также проведение интеллектуальной конференции, панельных дискуссий, мастер-классов, интерактивных лекций и семинаров. Подробнее об этом событии расскажем в 21 час в итоговом выпуске. В Уральске проходит переселение по программе сноса ветхого и аварийного жилья. Квартиры в новом доме предоставят жильцам строение на улице Курмангалиева. Взамен застройщик получит земельный участок. В очереди на снос еще 41 аварийный дом в старой части города. Начали с 2012 года ходить по всем инстанциям. Хотели сначала, чтобы модернизацию. На модернизацию пришли, проверили, сказали, здесь очень большие суммы надо. И начали искать нам застройщиков. Вот нашли застройщиков. Мы очень благодарны им, что они нам помогли. Вот пошли людям навстречу. На данный момент в городе еще 7 дополнительных домов строится по данной программе. Мы планируем снос ветхого и аварийного жилья по квартально. Мы называем это ревитализация старой части города. Там дома у нас построены постройки с 1956 года, 50-60 годов постройки, которые подлежат именно к сносу. Шесть новых производств открыто в Женаркинском районе Карагандинской области. В регионе открыли швейную мастерскую, теплицу, небольшую типографию. Все проекты реализованы молодыми предпринимателями, получившими безвозмездные кредиты из местного бюджета. Сумма займов от 500 тысяч до миллиона тенге. Сейчас в районе действует около 2000 малых и средних предприятий. За 9 месяцев текущего года они произвели продукции и оказали услуги на 8 миллиардов тенге. Из года в год молодых предпринимателей становится все больше. Большинство стремятся развить свой бизнес в сельской сфере. В основном это фермерство. Но есть и те, кто хотят проявить себя и в социальной сфере. Это всевозможные услуги. В Алматинской области обезврежена группа браконьеров, занимавшихся вырубкой саксаула. Нарушители были замечены с воздуха. Злоумышленники успели вырубить и погрузить в грузовую машину около полутора кубометров редкого охраняемого растения. По словам задержанных, саксаула они сбывали скупщиком, который доставляли его в Алматы и перепродавали шашлычникам. По закону за вырубку саксаула предусмотрено уголовное наказание. Однако на практике большинство задержанных отделываются штрафом или условным сроком. Аналогичное наказание применяется и для тех, кто ловит рыбу варварским методом. Был выявлен факт незаконного лова рыбы с запрещенным оруднением лова, то есть с применением электротока. По двум фактам были возложены уголовные дела. И данные нарушители были привлечены судом к трем годам условного. Также изъяты лодки, моторы, орудия правонарушения в доход государства. В Талдыкургане общественные помощники полиции помогли раскрыть больше 60 преступлений. Задержали в частности группу, промышлявшую кражей боковых зеркал автомашин. Помимо этого выявили свыше 5000 мелких административных правонарушений. Правоохранительное подразделение было создано весной этого года. На эти цели из местного бюджета выделили 50 миллионов тенге. Большая часть средств уходит на выплату заработной платы сотрудникам. Остальная на пошив униформы и укрепление материально-технической базы. На сегодня в штате общественных помощников около 70 человек. Мы принимаем на работу основной безработник молодежи. Активно работать и мы рекомендуем на работу органов внутренних дел. На сегодняшний день мы пятерых уже направили в отдел КАДАР ДВД Алматинской области. Казахская академия питания рекомендует отечественным производителям обогащать растительное масло витаминами А и Д, дефицит которых приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Вопросы правильного питания обсуждали в октябре. Участники встречи пришли к выводу, что Казахстану необходимо разработать национальную программу здорового питания. Но сегодня фортификацией продукции занимаются только мукомолы и молочники. Подходы в мире к профилактике заболеваний, связанных с питанием, они определены. И каждая страна на основе вот этих международных рекомендаций должна принимать свои национальные программы. К сожалению, у нас в Казахстане до сих пор отсутствует национальная программа по питанию, по здоровому питанию. Хотя сейчас во всем мире идет уже третий пятилетний цикл реализации. И к другим событиям. Сегодня пятая годовщина презентации проекта «Атом» в Гаге. Его главная цель – создать глобальную поддержку идеи окончательного и бесповоротного запрета испытаний ядерного оружия. Проект был запущен на парламентской ассамблее в Астане президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым 29 августа 2012 года. Еще через два месяца его презентация прошла в Гаге. Там состоялось открытие художественной выставки почетного посла проекта «Атом» Карибеку Куюкова. Я понимаю, что иметь ядерное оружие – это большой соблазн. Но я считаю, что именно в наше время, когда, как вы знаете, терроризм все больше и больше о себе дает знать, и можно представить, что будет, если это оружие попадет в руки террористов. Но я считаю, что мы, если мы добьемся, взявшись за руки и добьемся того полного запрета ядерного оружия, то и безопасность сама по себе отойдет. В селе Щитпе Магастаусской области открыли современный спорткомплекс. Его жителям подарил местный предприниматель. Социальный объект, который был построен в рамках программы «Тоганжер», бизнесмен вложил 200 миллионов тенге. В спорткомплексе одновременно могут заниматься 100 человек. Здесь есть площадки для волейбола, мини-футбола, баскетбола, залы для занятий боксом и борьбой, а также крытый бассейн. Сейчас в селах Магастаусской области силами предпринимателей строятся шесть подобных спортивных сооружений. Многие известные спортсмены – это выходцы из небольших сел, и в нашем районе есть чемпионы Азии и даже чемпионы мира. Теперь в новом спорткомплексе, я надеюсь, будут готовить и олимпийцев. Немногие аулы могут похвастаться таким большим современным комплексом. И к этому часу у нас все. Итоги дня по традиции подведем в 19.00 и в 21.00. Всего доброго.